Всем доброго утра, хорошего, мирного дня, что самое важное, да, и сегодня это очень актуально, это чувствуется, что мир это очень важно. Естественно, помним, вспоминаем 22 июня 41 года, об участии родственников в Великой Отечественной войне, цифры такие вышли, 84% знают, в том числе 46% лично слышали рассказы родных о военных годах. Ну и 9% говорил, что никто из близких не воевал, но, может быть, уже и не знают или не помнят. Сегодня о событиях, об этих мы вспоминаем. Ребят, то, что вам ваши дедушки, бабушки, может быть, прадедушки, прабабушки как раз о войне рассказывали, то, что вам запомнилось, давайте мы сегодня об этом поговорим. Я думаю, что это и будет достойно памяти миллионов людей, да, и нам с вами вспомнить об этом важно, да, и рассказать друг другу. Нина дозвонилась из Москвы. Нина, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Что вам рассказывали ваши родные? Вот отец мне вот что рассказывал. Во-первых, он 28-го года рождения, и их готовили к тому, что они пойдут на фронт. И только то, что 9 мая победа была, соответственно, вот именно их ребят 28-го года рождения не взяли на войну. Вот, и после войны встретились все братья и сестры, которые были на фронтах, кто во время, ну, кто врачом работал, моя тетка, кто, и служил, вернее, кто еще кем-то. И вот они встретились на Урале, на, ну, месте, где они там жили. И что рассказал отец интересное, что к тому времени собака, которая всех их знала, Джульбарс ее звали, она ослепла, ну, старенькая уже была. Вот. И что удивительно, что прошли вот эти годы, они не встречались, потому что всех разлучила именно война. И когда они приехали, она их всех узнала. Вот почему-то на меня, на ребенка, это впечатление пришло очень сильное. Вот и все, что хотел рассказать. Спасибо, Нина, за ваш рассказ. Давайте Илю послушаем из Клин, 28 лет. Илюш, доброе утро. Доброе утро, мужчина. Да, что вам рассказывали? Поделитесь. У меня бабушка, бабушка не воевала, но она была ребенком, и в деревне стояли немцы. И она рассказывала, как они бесчинствовали, как расстреливали мужчин, убивали скот. И вот очень сильно ей запомнилось, и мне. Один раз немцы были на боевом задании, и ее, ну, моя прабабушка, ее мать, нажарила им картошки, они собрались есть на сале, как она рассказывала. И в этот момент немцы вошли в дом, и вот он рукой прям зачерпнул эту картошку, ест, и у них всех текут слюни, они так ее не попробовали. Для них это был огромный стресс, огромное потрясение. Вот это впечатление. Спасибо, спасибо, Илья, да. Дед-то воевал, дошел до Берлина, но до наших дней не дожил. Очень жалею, что не спрашивал о войне, был молод и глуп, а сейчас и спросить уже не у кого. Сообщение от Сергея. Дедушка не любил рассказывать о войне, говорил, что земельки пришлось покопать, так же, как и знакомые не любят говорить о войне, допустим, на Северном Кавказе. Бабушка родилась в блокаду в Ленинграде. Ее мама прятала на чердаке дома, чтобы никто не съел новорожденного ребенка. Такой ужасный голод был в Ленинграде. На моей памяти мои дедушки и бабушки никогда не говорили о войне. Упоминая лишь, что война очень страшное время. Хотя дед дошел до Берлина, а бабушка работала в ТУ. Антона, послушаем, из Москвы. Ребята, наш телефон 728-7171. Что вам ваши родные и близкие рассказывали о войне? Антон, доброе утро. Доброе утро. Да, да, пожалуйста, поделитесь. Еду по маршала Жукова, и внутри гордость огромная за это. А расскажу я следующее. У меня два прадеда уходили на войну из Москвы, и оба пропали без вести под Вязьмой. Но историю о войне я могу рассказать со слов своего деда. Не прадеда, а деда. И он рассказывал, какие же все-таки разные были люди во время войны. Хоть они и были фашистами, хоть и носили эту страшную форму, но он и рассказывал такое, что есть люди, которые... Он двухлетний мальчиком, люди звали его, то есть военные. И он не любил финнов. Говорит, разные бывают немцы. Один немец посадит на колено и кормит до тошноты. То есть дает шоколадки, дает с собой сало. Если какие-то там дома проблемы, может прийти помочь. А не любил он финнов, потому что финны постоянно обманывали детей. Они манили, хотели угостить, но в определенный момент убирали угощение и давали огромный сильнейший пинок, после которого он говорил мне, что он катился 5 метров. И вот это, как сказать, это очень тяжело было слышать. Ну, запомнилось, да? Да, спасибо, спасибо, Антон, за ваши воспоминания. Да, ребят, сегодня вспоминаем то, что ваши родные и близкие вам рассказывали о войне. Папа рассказывал о послевоенном детстве. Немцы пленные строили в их городке хлебозавод, а голодные пацаны носили им корочки хлеба. Немцы плакали, но хлеб брали. Андрей из Новосибирска. Бабушку эвакуировали на барже беременной с еще одним ребенком. Во время МТИ какой-то доброжелатель привез на баржу тряпку с овшами. Были и предатели. Усильте их сигнал, кстати говоря, в 90 километрах от Питера вас плохо слышно. Мои родственники не любили рассказывать о войне. Говорили просто, что было страшно. Гораздо страшнее, чем в рассказах и в кино. Не все немцы были фашистами. Моя бабушка осталась жива благодаря одному солдату. Во время оккупации на Украине ей было 5 лет, и она самой младшей была в семье. Ей было нечего. Она часто рассказывала, как ей запомнилось, когда немец приносил ему маленьким хлеб и масло. Евгений. Давайте послушаем Вячеслава из Омска, 39 лет. Вячеслав, добрый день, доброе утро. Добрый день, доброе утро. Пожалуйста, пожалуйста, что вы помните? Хотел бы рассказать о прадеде, который прошел две войны. Он был в Первой мировой и во Второй мировой. Дошел до Курска и, ну, самое банальное, конечно, вернулся контуженным из-за наших катюш. То есть попали под отстрел. Но там за место, конечно, крутой был. Ну да. Вот. А какие-нибудь эпизоды он рассказывал? Эпизоды он не очень любил рассказывать. Он говорил, давай лучше поиграем в какие-нибудь игры. И я был очень молодой в этот момент, 9 лет. И, ну, наверное, не хотел бы рассказывать все это. Даже до 90 лет. Понятно, понятно. Спасибо, Вячеслав. Вот такой старичок. Дедушка Зенат Сидикович Себогатуллин воевал на Курской дуге. Долгое время после войны спал на боку, подперев головой, голову рукой. Как привык спать на войне. Так как спали на земле и боялись застудить легкие сообщения от Гульнары. Виктор, мама в блокадном Ленинграде рассказывала, как ее спасли сестры от голода. Как она пошла за хлебом, и ей стало плохо. Она присела у дома. Сестра проходила с работы и увидела ее. Чудом спасли мою маму. Много рассказывала про блокаду. Не дай бог это пережить. Я, можно, маленький эпизод вспомню. И, знаете, вот, ребят, есть вещи, которые невозможно пережить за другого человека. Да, почувствовать. Вот как бы тебе не рассказывали, да, даже какой бы фильм не сняли. В 3D, там, со всеми этими Dolby 5.1. Все равно не почувствуешь, потому что не тебя это касается. Смотришь как бы со стороны на все. Мне кажется, очень важно было бы нашим... Да мне самому это важно. Мне до сих пор, вот, у меня навязчивая идея попробовать это. Сейчас скажу, что именно. Мои бабушка с дедом, они работали на оборонном заводе. Дед был таким нужным специалистом. И потом он Ленинскую премию получил за военные разработки. Вот. Их эвакуировали в Мотовилиху, в Пермь. Когда мы, кстати говоря, с Русланом Ивановичем в этом году побывали в Пермь, честно говоря, ну, я держался, но, в принципе, вот, все было очень как-то трогательно. По тем местам проехаться, пройти, понимая, что дед с бабкой там жили несколько лет и работали каждый день. Так вот, она мне всегда рассказывала, из военных каких-то эпизодов, рассказывала о том, что они жарили картошку гнилую на Алифе. Я, вот, честно, до сих пор вот у меня... Я понимаю, что это, наверное, что-то ужасное. Но, мне кажется, вот детям и взрослым надо попробовать вот те вещи, да, которые можно попробовать, как это специалисты говорят, органолептически, да, на язык, на губами попробовать хоть прикоснуться к этой еде, да, что это такое могло быть, потому что Алифа, это же, ну, что это, да, клей, да, что это такое, масло какое-то техническое, даже... Нет, краска. Краска, тем более, краска. Они, вот, даже с трудом понимают, что это такое. И они на этом жарили картошку, вот до какой... Как жили люди, понимаете? Дед при наступлении в 44-м потерял ногу. Придя с войны, впал в депрессию. Девчата не смотрят, а потом, когда целыми семьями не возвращались, особенно молодые парни, понял, что повезло. Далее свадьба и пятеро сыновей. Так случилось, что в этот день для нашей семьи еще и годовщина смерти бабушки Егоровой Рейсы Дмитриевны. Она ребенок войны, и было два года, когда она закончилась. То есть рассказывала, как нечего было есть, как старшая сестра, чтобы прокормить их всех. Младших работала без отдыха на трамвае, умерла в 20 лет, 28 лет от туберкулеза. До конца жизни бабушка не допускала, чтобы в доме не было запаса хлеба. Давайте послушаем Владимира из Москвы, 45 лет. Володь, доброе утро. Доброе утро. Да, пожалуйста. Вы знаете, первый раз позвонил на радио, сегодня такой день, и как-то вот, ну, почему-то решился. Вы знаете, хочу рассказать вот про своего деда. Собственно говоря, он был летчиком, и трагедия ситуации заключается в том, ну, он воевал в первые дни войны, обронял Москву, а потом его полк был переведен на Северный флот. И он был в составе группы наших спикировщиков, такие были спикировщики П-3, которые 26 апреля 42-го года бомбили норвежский порт Киркенет. Ну, там, военный аэродром. Этот бой описан в литературе. Их отправили без прикрытия истребителей, и на обратном пути, ну, в общем, только один самолет вернулся, и двигатель отталит Рюбии. И, как бы, я эту историю-то узнал только сейчас, в древом возрасте. Уже понятно, что никого уже не осталось. Я стал как-то искать, пытаться найти что-то. Трагедия ситуации заключается в том, что моего деда в комбою сбили, и он прошел 4 концлагеря. Его освободили 9 мая 1945 года. Концлагерь в Чехословакии, концлагерь в Польше, два концлагеря в Германии. Он прошел спецпроверку в частях НКВД, воинское звание было восстановлено. Он умер рано после войны, хотя был молодым мужчиной от туберкулеза. И только сейчас я узнал, что за тот боем был посмертно награжден Орском Боевого Красного Знамени. И вот я был 3 июня в архиве военно-морского флота в Гатчине. Получил подтверждающий выписку из приказа о награждении. Ну, если можно так сказать, вот такая точка... Как звали его? Володя, скажите нам. Его звали Пушкарев Николай Александрович. Он родился в 1915 году, 22 апреля. Вот. Ну, соответственно, вот, как бы так сказать, много родственников воевало. Да. Спасибо. Спасибо, что вы нам сегодня позвонили. Спасибо большое. Дед Салихов Медхат Абдулович, герой Советского Союза, генерал-лейтенант, получил героя за то, что вдвоем с пулеметом отбивались от роты немцев до прихода наших. Задание было стратегическим. А деду было тогда всего 18 лет. Знакомый дедушка из деревни, который прошел всю войну, рассказывал, как ему это удалось. Говорил, что не пил водку перед атакой, а в атаках бежал всегда самым здоровым. Оба деда прошли всю войну. Одного вытащили из братской могилы, куда его кинули, приняв контузию за смерть, закрывающего ранил часы, спрыгнул за ними. И пока искал, нащупал у деда пульс. А второе, даже две войны. Финскую, 17 лет, разведчиком-лыжником в 50-ти градусный мороз и всю Великую Отечественную, которую он закончил в 46-м в Японии. Оба никогда почти не говорили о войне, разве что под хмелем. Павел из города Киров. Леша из Ревутова, послушай, у него тоже есть воспоминания. Леша, доброе утро. Доброе утро. Да, пожалуйста, тебе слово. Ну, у меня везде рассказывал про своего дядю, который был политруком, танкистом. Но как бы он не был танкистом, как таковым, он был командиром роты автоматчиков, мотострелков. И вот, забыл, звали его Сайхин Вагизганеевич. Он был старшим лейтенантом. 30 августа 42-го года его отправили воевать под Сталинград. И он прошел весь Сталинград. А потом, вот, как бы, погиб тоже в бою. Я вот, ну, как бы, я поднимал архив, мне так вот не рассказывал дед про вообще, как, что там погиб. А вот я обратился в Подольский военный архив, и оказалось, что, в общем, ну, я бы точно так, наверное, не смог. В одном бою мой дядя моего деда убил 15 немецких солдат, 4-х офицеров, и уничтожил ДОТ. Один. Я, ну, я просто не знаю, там вот нам всем показывают фильмы про всяких американских героев, которые убивают пачками, да, ну. Ну, понятно. Понятно. Спасибо, Леша, за то, что ты сегодня позвонил. Да, спасибо. Начну с того, что про войну старики нехотя рассказывали. Дед и бабушка по отцу в оккупации были в Брянской области. Дед рассказывал, что в центре села почти всегда висели повешенные трупы. А второй дед воевал и никогда не рассказывал о войне, а перед смертью вообще закопал куда-то свои медали. Доброе утро. Мою бабушку от немецкого плена спас польский солдат, сделал документы на два года младше, и немцы не угнали ее из Украины в концлагерь. Тетя моя воевала в полку Марины Росковой. Всю войну прошла. Никогда не вспоминала вслух, но помнила, встречалась с однополчанами, только говорила, что страшно было. Светлая память Карпова Анастасия, наш бабась. Алексей из Москвы, послушаем, 32 года. Леша, доброе утро. Да, доброе утро. Я вот хотел рассказать историю своего деда. Он воевал на обороне Москвы, и, собственно, вот не так много знаю, к сожалению, но вот знаю то, что шли немцы и добивали раненых, он как бы был в числе них после контузии, и две пули прошли ему в голову, да, то есть практически перпендикулярно друг другу, но не задели мозг, и дед остался жив, в общем-то, таким вот чудом. Вот. Ну, к сожалению, не так много знаю о нем, но вот... Да, спасибо, спасибо, и послушаем. Мы из Петропавловска, Камчатского, 48 лет. Сереж, добрый день, или, может быть, даже добрый вечер, скорее уже, да? Не-не, у нас пока... Ну да, добрый вечер, у нас ползоцово как раз вечер. Да, Сереж, что вы помните? Хотел бы рассказать, я помню, помните, раньше не рассказывали, устраивали, не типа ленинские дни, вот 1 сентября и 9 мая... Ветераны приходили. Ветераны со школы собирали, собирали в дома офицеров, дворцы офицеров, и приглашали ветеранов, и они там рассказывали истории. Да. И вот ушло у меня на войну 7 детей, из них вернулось только двое. И вот один рассказывал, вот он, а он попал в концлагерь, говорит, первый раз убежал, били сильно, второй раз, говорит, убежал, били до полусмерти, сказали, третий раз убежишь, убрил вообще. И они вот, их везли на работы, в вагонах деревянных, они какой-то, каким-то куском железа выпилили доски на дне. И кто хотел, ложились на ходу поезда. Это вот первый эпизод. И так он наконец-то убежал. Ну, давайте вот, заканчивая историей, вот о побеге. Да. Вот он говорит, днями спал, ночью шел, ел там ягоды, кору деревьев, дошел до какого-то румынского села. Говорит, захожу в первую хату, вижу в ведре помоев плавает большой кусок мамалыги. И за столом на кухне сидит дед и бабка. Он говорит, я, ну, мамалыга, это хлеб из кукурузной муки. Да. Он говорит, я кидаюсь к этому куску, хватаю его, начинаю есть. Дед подскакивает, бьет меня по рукам. Он говорит, ну, все, думаю, приплыл. Сейчас назад в концлагерь, расстрел. И конец ему. Дед сажает его за стол, дает ему свежую мамалыгу, там, что, творог, брынзу, накормил его, много не дал есть. Говорит, будь заворот, кишок умрешь. А були одели, вывели за околицу ночью, пальцем показали, Руссия. Ну, так вот он и вышел. А вторая история, комичная, о которой он рассказывал в разведке, произошла. Оказался он, брали языка, немец оказался длинный, дядька сам маленький, и между ними конь стоит. Вот, говорит, немец попрыгнет, меня по голове сверху ударит. Я, наоборот, присяду, снизу его. И вот, говорю, атака где-то минута продолжалась. Потом, говорит, я изолхился, хорошо ему в пах попал, он скрутился и упал. Говорит, ну, тут я наскочил наши искусства, там его товарищи, так вот захватили языка. Ну, комичная она для нас звучит, да, насколько она тогда была комичная. Конечно. Я рассказывал ее, как комично. Спасибо. После войны он работал директором школы долгое время. Ну, вот так вот. Да, да, спасибо, Сергей, спасибо большое. Девчонок был из Петропавловска, Камчатского. Бабушка и дедушка, дети войны. 30-32 года рождения, всегда удивлялась, как они могут пить чай, с одной маленькой конфеткой. Они ее растягивали очень долго. Еще у меня прадед, герой Советского Союза, вернулся домой, родились у него вскоре трое сыновей от разных женщин. Бабушка Дзюба, Мария Гавриловна, проходила службу водителем 607-го отдельного батальона аэродромного обслуживания на Дальневосточном фронте. Как она говорила, служила кочегаром на самолете, перевезла за годы войны десятки тонн военных грузов, преодолев тысячи километров дорог, принимала участие в тяжелейшем марше Красной Армии по безводным, степным и пустым районам Китая, в ходе которого преодолены хребты Малого и Большого Хингана. Войну окончила в городе Тяонянь, Китай, демобилизованную в октябре 45-го. Когда возвращалась домой, познакомилась с дедом. Он тоже ехал с фронта домой. Вот он, красивый конец ужасных лет, война и любовь. А теперь наша счастливая жизнь. Низкий поклон им всем. Да, Сергей из Питера, послушаем, 32 года. Сереж, доброе утро. Здравствуйте. Да, пожалуйста, что ты помнишь из рассказов твоих близких? Ну, вообще, бабушка мало рассказывала, но по рассказам своей мамы, я знаю, что она попала в плен. Пошла в 18 лет работать медсестрой на фронт и попала в плен. Содержалась в концлагерях, переболела кифом в концлагере, после чего у меня не шевелилась, так скажем, одна сторона лица. Ну, после этого была освобождена, прожила до 83 лет, родила 4 детей, всю жизнь проработала медсестрой, и, ну, как-то вот так. И помнишь имя, отчество ее? Да, Медведева Лидия Степановна, Повдевичья фамилия Масалова. Спасибо большое, Сереж, спасибо. У меня бабушка Ксения Васильевна встретила войну в Сталинграде, рыла окопы, а потом ее эвакуировали в Краснодарский край. Жила там у казачки. Она мне рассказывала, что два года ела тыкву, а потом никогда ее не ела. После войны работала учителем математики в Таганроге в 28-й школе. Не любила говорить о войне. Антон Любарь, Ростов-на-Дону. Да, это как в Федоровке, где я жил в Казахстане. За два года только один стакан каши, каждый день. Доброе утро, бабушка. Морковская Екатерина Антоновна рассказывала, как в селе на Украине, когда заходили немцы, женщины с детьми прятались в погребе. И вот одна из женщин от страха вместо маленького ребенка схватила перину, и бабушка выдернула у нее перину и сунула в руки ее ребенка. Родной брат деда бил немцев на реке Днестр под Тернополем. Одним из первых перепрыл реку с танковым пулеметом и два дня удерживал оборону. Уничтожил около пяти десятков немцам. Убит был танковым снарядом. Посмертно награжден Героем Советского Союза. Карпов Иван Петрович. Давайте Сергея Николаевича послушаем из Саратова. 42 года. Сергей Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Пожалуйста. Хочу рассказать про своего отца. 26-го года рождения. В 43-м году он пошел в армию. Учился на танководителе Т-34. Воевал всего 4 месяца. Но брал Берлин. За эти 4 месяца он был в длина Отечественной войны и медаль за взятие Берлин. Рассказал два случая. Такое невезучее оказалось. Момент загружает боекомплект в танк. Весь экипаж не стоит на броне. И в 5-ти шага взрывается мина. И здесь у него всех товарищей порубило. На куски на нем ни одной царапины. Как он ставил рукав со снарядом. Это первый момент. И второй они едут по Германии уже. Заезжает в село. В деревне. Они смотрят просто, какие у них хохоженькие деревеньки. Хорошенькие. И спускаются, например, в деревню Когореп. А там окрака, сметана. А он что, мальчишка там, 18 лет. А с ним солдаты пывалые. Они вот, слушай, тут, наверное, все отравлено. Давай это не ешь, а то кто нас в госпиталь повезет. И вот он сидел, как дурачок на них насмотрелся. Они там упуривались. Вот такие получили. Спасибо большое. Моя тетя рассказывала, что они очень часто во время бомбежек дежурили с бабушкой возле стога с сеном. С ведром воды в руках на случай, если стог с сеном загорится, чтобы его потушить. Иначе корове есть нечего будет. Им, соответственно, тоже. А мой дед был трижды ранен в одном бою. И выжил лишь благодаря связистам, которые после боя тянули кабель связи. И случайно заметили, что он жив. Знаю, что воевали два прадедушки. Один, Гавриил, ушел на фронт и пропал без вести. Его сын, мой дедушка, жил в оккупированной немцами деревне. Второй, Григорий, прошел полностью две войны. Финскую и Великую Отечественную. Получил орден Героя Советского Союза. Пусть земля им будет пухом. Андрей, послушаем, из Ростова-на-Дону. 37 лет. Андрюш, доброе утро. День добрый. Да, пожалуйста. Мой прадед, 1908 года рождения, Калашников Анастасий Никитович, прошел всю войну, закончил ее в Берлине, имеет ранение на Курской дуге, получил два ордена красного, два ордена красной звезды, орден за отвагу, за взятие Кёнигсберга над победой над Германией. Когда вернулся в конце войны, был кузнецом в деревне. Дед, его сын, Калашников Андрей Анастасевич, был 14 лет, топал окопы под Сталинградом, добровольцем. Вот так, как бы, моя семья внесла свою репту победу. Спасибо вам, Андрей, да, спасибо. Спасибо. Прадедушка Шулико Григорий Максимович воевал с Японией в 42-м авиационном полку Тихоокеанского флота. Говорил, что был авиамехаником. Лишь пару лет назад я узнал, что он был стрелком-радистом. Много наград. Мне было пять лет, когда я его не стал в 86-м. Сейчас бы сесть да поговорить с ним. Мой дед Дунаев Валентин начал с Финской, закончил на Востоке в 45-м. Танкист был ранен. Эти шрамы, я помню, увидел их детскими глазами. Помню до сих пор. Давайте Евгений из Подмосковья послушаем. 42 года. Жень, доброе утро. У меня отец 24-го года рождения. Он уже более как 15 лет умер. Но, к сожалению, мало что осталось от его воспоминаний о войне. Очень не любил об этом говорить. Служил он снайпером. Языков брал. Ходил, скажем так, на боевые задания. И вот что мне врезалось в память, это он говорил, голодно было настолько сильно, что, говорит, в мороз, руками, каблуками, ночью, чтобы не было видно днем. И в противоположная сторона, ниже в тыл ходили врагов. Выколачивали, говорит, из полей, говорит, картошку, морковку, все, что там было брошено, посажено и брошено. Вот потому что немцы пришли. Вот. И ее, говорит, сырую морозную всю, говорит, грызли. И хоть как-то пытались, говорит, наесться, потому что по несколько дней сидели в тылу врага, говорит, без провианта, без всего. И еще запомнилось, когда, говорит, шли они уже от своей части, ну, в своем расположении, шли, говорит, уже на боевое задание. Несколько человек. Вдруг, говорит, такой хлопок, как будто, говорит, что, говорит, оп, говорит, упал хлоп. И рядом с ним парень просто падает. То есть с противоположной стороны снайпер уже тоже работал, говорит. По нам, говорит, уже начал пулять. Вот, говорит, такая вещь. Как звали деда? Ипполитов Евгений, ой, Ипполитов Лев Сергеевич. Вот. К сожалению, больше он ничего не рассказывал. Где служил? Где-то в Подмосковье. Очень, очень, очень не любил говорить. Спасибо. Спасибо, Женя. Спасибо за вашу память. Да, спасибо большое. Мой дедушка был военным врачом. Он прошел всю войну и дошел до Берлина. Никогда не рассказывал про свою службу, но за год до своей смерти разговорился и поведал нам все ужасы, которые он пережил в эти годы. Слава Богу, под рукой была видеокамера и будет, что показать и рассказать своим детям. Дедушка умер в возрасте 97 лет. Хоронили его с выстрелами в небо и со всеми возможными почестями. В этом году несла его портрет в бессмертном полку. Брат моего деда не любил рассказывать, как не просили. Как не просили. Ехали в переполненном трамвае через площадь в блокадном Ленинграде. Вдруг объявили воздушную тревогу, а рядом продуктовый склад. В него попала бомба. И крысы побежали через площадь сквозь трамвай, который остановился в центре площади, переждать. Через две минуты в трамвае только крысиные кости. Мой двородный дедушка, участник Великой Отечественной войны, жив по сей день. Ему 101 год. Артиллерист. Роман, 32 года, Воронеж. Друзья мои, мы сегодня вспоминаем не потому, что надо, а потому, что сердце заставляет об этом говорить. Здравствуйте. У моей бабушки 21 июня 41 года был выпускной. А на следующий день они пошли провожать всех мальчиков из двух десятых классов. Не вернулся ни один. Также ушел классный руководитель. Молодой человек, который жил в школе под лестницей. И у него был всего один пиджак. Бабушка жива. Ей 92. Всю войну проработала на заводе. Делала снаряды для Катюша. Деда не стало, когда я был еще маленьким. Так что от деда про войну я ничего не слышал. В этом году на сайте Минобороны нашел описание подвига и заслуг деда. Обезвредил мину, не дожидаясь саперов. Наградили медалью за боевые заслуги. Соколов Андрей Михайлович. Воевал на Первом Украинском. Михаила, послушаем. Из Москвы 40 лет. Миша, доброе утро. Да, доброе утро. Пожалуйста, Миша, что вы помните? У меня оба деда воевали. Хочу об одном из них рассказать. Иванов Александр Федорович. Десятого года рождения. Прошел всю финскую, всю отечественную. Отечественную начал 25-го вроде июня, насколько я помню. Закончил в Кенигсберге. Прошел Москву, Ржев, Вязьму, Белоруссию. Три раза был в плену. Бежал все три раза. Еще своих вывел. Ни одного мнения. Только от предпада автомата на голове вмятина. Мама рассказывала, когда бежали из плена, получил. Командовал взводом. Возили снаряды на передовую. В артиллерии воевал. Так что вот такой был человек. Как зовут его? Иванов Александр Федорович. Второго деда звали Матвеев Михаил Николаевич. Но о нем я меньше знаю. Поэтому трудно что-то сказать. Спасибо. Спасибо, Миша. Ирину давайте послушаем. Великий Луки на связи. 37 лет. Ирин, доброе утро. Да, здравствуйте. Пожалуйста. Конечно же, мои дедушки и бабушки тоже все принимали участие. Дед один был угнан в 16 лет. Четыре года в Германии. Это один. Другой. В 16 лет ему в 41-м году было. Его забрали в партизанский отряд. В Северском районе Мсковской области. И вот мне рассказывали о его, как сказать, который тоже там был в территорианской отряде. И тоже их местности. И он говорит, видел, как он неопытным там стоял и плакал. Когда его первую ночь поставили в караул. В караул, да. А потом уже, когда ему использовался в 18-м, и, конечно, он уже дошел до Берлина. Это и награды он имел. Но мне больше запомнил бабушка, как это моя, Михайлова Марина Савельевна. Она рассказывала о 24-м году рождения. Ее в 18-м году в 42-м году на три месяца под Москву на курсы медсестер. А потом до 45-го года она была тоже. И вот она рассказывала, что у нас точно на передовой раненых уносили, конечно, нет братья. То есть девчонок не пускали туда, как бы не допускали. Но вот у нее за боевые заслуги и за отвагу медаль, и за одна из медалей как раз она рассказала, что за 5 дней, с 50-го января 44-го по 5-го февраля, то есть 5-6 дней, она в передовой, не просто не было ребятам, мужчин, мужского пола. И всех девчонок туда тоже бросили во время боя. Она в этом за 5 дней вынесла, сделала 3 раненого. Поэтому я, конечно, горжусь ими. Спасибо, спасибо огромное за ваш желанок, Ира. Михаил из Балтийска пишет, 52 года. Теща до сих пор боится овчарок. Вспоминая, как пряталась в белорусских болотах от карателей. Добрый день, дед погиб на фронте в первые месяцы войны, сражаясь с голыми руками. Была одна винтовка на троих. Бабушка жены жила выкупаться ребенком. Ела очистки от картофеля. Остальное забирали. Дмитрий из Иркутска. Прабабушка ездила выкупать у немцев раненого мужа. Дело было на Украине. Полтора суток везла его зимой на санях. Довезла и спасла тем самым. Сама была учительницей. При немцах не работала. Поэтому при советской власти после смогла работать. Анатолий, послушаем, из Сургута. 55 лет. Анатолий, доброе утро. Доброе утро. Я хотел бы сказать несколько слов. Потому что мой папа родной, 22-го года рождения, он прошел всю войну от начала до конца, закончил в Праге. Интересных историй очень много. Мне поразила одна из них, как они форсировали Днепр. И, говорит, река была абсолютно красная от крови. Столько людей было погублено. И еще история была. Он был разведчиком и был контужен гранатой. И попал в плен. На утро его повели на расстрел. Ну, были не немцы, говорит, а венгры, мадьяры. И стрельнули поверх головы и кричали. Драп, драп. Как же он вернулся, не знаю. Но, говорит, никому в части не сказал, что был, потому что... И еще дядя, ну, это родной брат моего папы. Он старше его на 7 лет. Он был кадровый офицер, начал войну. В Севастополе был ранен тяжело. В Мелитополе погиб. Сейчас ходит корабль по Волге Павел Кайков под его именем. Моего отца было звать Василий Иванович Кайков. Сейчас, к сожалению, нет его в живых. Историй очень-очень много. И сейчас я слушаю, поражаюсь. И столько всплывает памяти. Постоянно он на школу приходил. В школе он был почетным пионером. И сколько он рассказывал. В разведке. Начинал с ПТР. Потом стрелки такие были, противотанковые оружия. Потом попал в разведку. Ранен был трижды. Это контузия у него. Награды у него. Орден Красного Знамени. И Орден Великой Отечества Войны Первой и Второй степени. Медалей очень много. Да, но я только запомнил. Прага, Кеннисберг. Вот эти вот. Спасибо. Спасибо, Анатолий. Спасибо вам огромное за ваш звонок. Мой дед в 44-м с группой солдат попал в окружение. Отходить некуда. Позади обрыв высотой в 60 метров над речкой. Никто не сдался. Начали прыгать. Кто долетел до воды, выжили. А многие разбились. Дед выжил. Проработал еще долго директором в деревенской школе. Агапов Александр Иванович. Медаль за отвагу. Сообщение из Оренбуржья. Бабушка по маминой линии, лесняк Надежда Герасимова, всю войну проработала в блокадном Ленинграде. Умерла, когда мне был год. Но мама мне говорила, что она не рассказывала о ней. Дед по папиной линии, Павлов Михаил Александрович, воевал в морской пехоте на Ленинградском фронте. Был тяжело ранен в бою и получил за него медаль за отвагу. Потом восстанавливал ЖКХ в эвакуации. Умер в 46-м году. Наверное, это один из тех дней, в году, когда мы как бы все вместе понимаем, о чем идет речь. И у каждого из нас есть возможность вспомнить об очень личном, об очень семейном, внутреннем. Когда мы вас приглашаем не к разговору, а к тому, чтобы поделиться теми историями, воспоминаниями, которые у вас остались в сердце, в памяти о войне. Естественно, не вы сами воевали, но дедушки, бабушки, прадедушки, просто родные, близкие. Они вам рассказывали, а вы это запомнили. Почему-то это запомнилось. Хотя, как мы уже сегодня понимаем, в который раз звучит фраза от вас о том, что не любили наши старики рассказывать много о той войне. Может быть, потому что не надеялись найти понимание. Вряд ли они хотели забыть и убежать от таких воспоминаний, конечно, невозможно. Может быть, больно было об этом во всем говорить. Бабушку вывез ее дядя с территории оккупированной Украины, откуда ее должны были угнать в Германию. Чтобы переехать через Буг, другой берег был под румынами, и оттуда не угоняли, был нужен пропуск. Дяде пропуск дали на его семью. В документе было написано. Четыре человека. Дядя взял племянницу пятой на телегу. Когда телегу остановили на границе для проверки, охранник сказал, написано же, четыре человека. Дядя соскочил с телеги, подошел к охраннику и стал кричать. Ты что, считать не умеешь? Смотри. Один, два, три, четыре. И пальцем пересчитал сидящих в телеге. Потом быстро сел и уехал, пока охранник не опомнился. Еще одно сообщение. Дедушка Василий Капканец в 11 лет сбежал из поезда по дороге в концлагерь на границе с Польшей и пешком вернулся в Краснодарский край. Шоу по ночам больше года. Другой дедушка Рута Петр Алексеевич так бережно хранил медали и торжественно вручил их мне, когда я был маленьким. В тот момент я не понимал всю их значимость и очень жалею, что не расспрашивал его о войне. Друзья, ваши звонки также мы хотим послушать. Сережа из электростали. Дозвонил. С 40 лет. Сереж, доброе утро. Доброе утро, Ирвет. Да, Сереж, пожалуйста. Спасибо вам, что вы прозрели такую животрепещущую тему, на самом деле, которая касается, в принципе, очень многих людей. Вот. Дед у меня был в 24-го года рождения. Умер только два года назад. Вот. 145-я десантно-воздушная дивизия. Потом была расформирована после Бобруйского какт-ла как бы в мотострелковую. Вот. Закончил войну в Праге. Я когда еще в детстве игрался с медальками, ну, как бы, не понимал, ну, что это там все такое. А потом, когда я через 22 года приехал опять, он мне рассказал несколько таких историй. Я говорю, а дед, а что ты так мне рассказывал? Он говорит, ну, тебе было не понять, что тебе рассказывать. Ты был молодой, и как бы, ну, и особо ты не спрашивал. Вот. Поэтому... Поделитесь с нами, Сереж, тем, что запомнилось. Ну, когда в Тихии, скажем так, они, когда обузы отставали, они были на передовой, значит, он принес продукты, и весь расчет положило просто. Остались они... Ну, то есть, все расчеты, остались только двое. Ну, извините, что голос рвается. Мы понимаем, естественно, конечно. Да, потому что такие воспоминания... Извините, и было много случаев, когда вот просто те люди, которые прошли эту войну, и особенно, которые дожили, то есть, ну, просто по сути своей они стальные, потому что они повидали такое, что сейчас нам каждому человеку только завидуют. Тем более, в сегодняшние времена, когда происходят такие события, просто нам нужно объединяться, и как бы... Да, я понимаю. Спасибо, Сережа. Я понимаю, что трудно говорить. Спасибо за вашу искренность. Спасибо большое. Брадед погиб на войне, а прабабушка осталась с двумя детьми на руках, и чтобы прокормить их, обшивала всю деревню за еду. До 90 лет так и продолжала шысть, все говорила, что боится, что еда закончится. Две истории о войне. Бабушка с тремя детьми, два мальчика, один из них мой отец и девочка во время войны жили на Украине, в Житомирской области. Однажды немцы собрали всех жителей деревни вместе с детьми в сарае, сказали, что утром всех расстреляют. А ночью наши освободили с сила. Вот так и спаслись. Второй случай. Отец моей мамы погиб на войне. Мама была маленькая еще. Когда началась война, но отца помнила. Но где он погиб, никто не знал. Однажды моя мама смотрела телевизор, показывали хроники войны, и она увидела своего отца. Представляете? Послали письмо на телевидение, и так мы нашли место его захоронения. Мой сосед рассказывал, когда он попал в плен, вел его один фашист, но он напал на него и в борьбе откусил ему нос. Так удалось убежать. Доброе утро. Мой дедушка Скачилов Александр Алексеевич прошел всю войну, был связистом, награжден медалью за отвагу, за обеспечение, непрерывной связи, Обе бабушки были детьми, всю войну работали в колхозе, получили награды за работу в тылу. Бабушка рассказывала, что было нечего есть. Спасали только лепешки, которые делали из клевера. Юру, послушаем, из Москвы, 33 года. Юр, доброе утро. Доброе утро. Юр, пожалуйста, что запомнили из тех рассказов, которые дедушка рассказывал? Ну, на самом деле, дедушке, к сожалению, ничего не рассказывал. Я слышал это со слов своей мамы. Дедушка мне, Сехин Александр Яковлевич, начинал с финской, прошел отечественное, еще гонял бендеров, как их называли лесные братья. Что-то рассказывала мама? Ну, рассказывала то, что самое страшное для него было, это когда он как-то выпил. И когда они гоняли этих братьев, очень много погибло молодых ребят. и он не мог это сказать без слез. Простите. Нет, вам не за что извиняться. Мы понимаем. Закончил мы войну старшим лейтенантом. И также еще по маминой линии ее спас один немец. Она жила на Кубани. И когда должна была быть оккупация, зашел немец автоматом и сказал, шнели, шнели, уходите. Благодаря этому она выжила. Так что среди немцев тоже были люди. Спасибо, Юр. Спасибо. Спасибо, Юра. Добрый день. Дед во время войны был еще ребенком. Рассказывал, что его старший брат служил танкистом. Мы их подбили. Горел в танке, сумел выбраться. Ранен, обгоревший, потерял глаз, отполз в сторону. Увидя еле различимый силуэт и думая, что немец хотел застрелиться, чтобы не попасть в плен. Оказалось, свои помогли. Вернулся с войны живым. Родом из Ульяновска. Доброе утро. Мой дед был донским казаком. Во время войны был в отряде конная артиллерия. Был у него конь. Он ложил его на землю. На него ставил пулемет и стрелял по врагу. Конь лежал и не шевелился даже. Жаль, умер до моего рождения. Знаю по рассказам отца. Алексей Найдин, 24 года. Ирину из Питера. Послушаем, друзья мои. Наш... Вы знаете, в 1976 году я попала в такую семью, как я теперь понимаю, что это была семья, в общем-то, легендарная. Ну, тогда много было таких семей. Там, в этой семье, кого ни возьми, это были от женщин, от детей, в общем, до взрослых, кто был в этой семье, это все люди были участники Великой Отечественной войны. Сучков Петер Алексеевич дошел до Берлина, вернулся домой, слава Богу. Сучкова Анна Алексеевна, вот меня больше всего потрясла ее... Я прожила в этой семье 16 лет. И вы знаете, ни сном, ни духом, то есть я даже не знала, что эта женщина была в плену у фашистов. Ее из Пскова угнали, и она там провела несколько лет. Это мы узнали, я узнала уже в 2000-х годах, когда начали выплачивать деньги, немецкое правительство начало выплачивать деньги вот этим вот пленным, бывшим пленным концлагерей. Анна Алексеевна Сучкова, блокадница, которая смогла от двоих сыновей в блокаду, они выжили. Один из сыновей, мой свекр, Петр Алексей Петрович, с 14 лет начал работать уже на заводе Лепси в Ленинграде. тогда в блокадном. В общем, и вот Сучкова Вера Георгиевна есть тоже у нас такая родственница. Мне вот роль женщин особенно, то есть вот тяготы войны, ей было 19 лет, она была эвакуирована из Кронштадта, и человек в тылу нес на себе груз, такую работу тяжелую, что жизнь потом ее была вся, человек лечился, ну, постоянно. То есть ни детей у нее не было, никого. Она отдала всю себя, всю себя отдала победе нашей Родины над фашистами. В общем, вот у меня вот такое впечатление, вы знаете, что вот мы тогда это как-то не ценили, и, ну, все были такие. А сейчас вот думаешь, боже мой, с кем же ты рядом жил? И как, вот я хочу тоже подчеркнуть, что никто как-то вот ничего не рассказывал. Вообще. Да, да, спасибо. Вот такое. Спасибо, Ирина, за ваш звонок. Да, спасибо большое. В воле случая два моих родственника, дед и отец моей тети немки воевали на одном и том же участке фронта, только с двух сторон. Это был 43-44, западная Украина. Русский дед мало рассказывал о войне, а немецкий дед за два года войны выучил все матерные русские слова и говорил, что если слышишь гул крика ура и редкие выкрики, ругательств, то значит, дело плохо. Русский дед брал Кенигсберг в 44-45, а немецкий после Украины на Маха-Бич в день капитуляции вернулся в свой городок на велосипеде из Голландии. Русский вернулся к себе в Нижегородскую область. Из шести братьев он один остался в живых. Его жена, моя бабушка, потеряла три сестры и трех братьев. Оба деда нахватались горе войны. Русский дед говорил, что не все немцы фашисты, а немецкий дед каялся и при мне плакал, говорил, что был глуп и не понимал, что все зло происходило, что какое зло происходило вокруг. В 2000 году два этих деда встретились и расплакались при встрече. Мой прадед в начале войны попал в Дахау. Чудом продержался всю войну. С утра выходил немецкий офицер и говорил, каждого десятого расстрелять, каждого пятого расстрелять. Чудом за эти три года не попал в эти пятерки и десятки. После войны был главным проектировщиком по строительству мостов. Звали Островидов Алексей Михайлович. Давайте Николая из Томска послушаем. Он 40 лет. Коль, доброе утро. Добрый день. Доброе, доброе. Здравствуйте. Пожалуйста, что вы помните из рассказов ваших близких? Два моих деда воевали. Один, Андреев Алексей Янихимович, умер за два года до моего рождения в 1972 году. Поэтому знаю только то, что дошел, закончил войну майором, летчик, три ордена Красной Звезды, а второй дед, Карапивин Алексей Федорович, 17-го года рождения, жив до сих пор. Ему 97 лет. Вот. И рассказывал он войне очень мало. Помню только две истории. Первая, это когда, подробности не помню, но в общем, они, три человека тянули кабель, взрыв, и дед полз по середине. Тот, кто полз впереди, и тот, кто полз сзади осколками, были убиты, а дед живой остался. А вторая история, это когда он нес на передовую своим друзьям. К сожалению, связь оборвалась, да. был в гостях у немецкой подруги под Кёльном, и вместе навещали ее бабушку с дедом. Ужинали в стандартной, прям как у нас в Хрущевке, бедненький такой интерьер, все очень скромно, сидим, ужинаем. Слева от меня сидел дедушка, совсем старенький, скромный. И вдруг, мой взгляд, ловит за ним на комоде старое фото этого дедушки, молодого еще, в эсэсовской форме, есть дальше не смог, ничего не сказал, поужинали, распрощались, но такого противоречивого чувства еще не испытывал. Как будто бы в дом врага зашел, это просто в генах, и ничего против этого деда не имел, но просто хотелось уйти. Знаете, вот буквально пару реплик можно ловлю себя на мысли, это вот на уровне ощущений, чувств. Вот смотрел и пересматривал тут Брестскую крепость фильм, замечательный, сняли в Белоруссии, в Белоруссии, без уважения к нашим соседям, друзьям, братьям. И вы знаете, вот заканчивается фильм, смотришь на эту кровь, я понимаю, что это кино, но оно не передает наверняка ужаса всего настоящего. Я ловлю себя на мысли, я не понимаю, как устроить жизнь теперь в Европе, как с этими людьми теперь можно, я понимаю, что это не они, большинство, но оттуда пришла эта зараза вся. Как с ними вот уживаться в одном мире? Не они, но в их подсознании это и есть. Это страшно. И вот ты выключаешь фильм, ёлки зелёные, другие при фильме, честно, это моё субъективное, конечно, мнение про войну, но вот Брестскую крепость смотришь, и ты не понимаешь, вот там сегодня фотографию просто нашёл, да, для того, чтобы как-то, не знаю, несколько слов сказать там в Инстаграме, и фотографию красивая, молодая женщина убитая лежит. И ребёнок плачет на взрыв. Ну, годовалый, наверное, на ней, на матери. Ну, как это можно простить? Вот эти вещи, да, забыть, простить, помириться, побрататься снова. Но это невозможно, это невозможно. Мы как бы отгоняем эти вещи все от себя, но это нереально. Доброе утро. Моя бабушка Щукина Вера Романовна воевала на Третьем Белорусском фронте связистом. Больше всего мне запомнилась история, как бабушка ехала на поезде, вдруг звуки самолётов и начинается бомбёжка поезда. Он останавливается все в рассыпную, кто куда, и на землю, ничком. А вокруг всё взрывается, было очень страшно, она молодая совсем ещё была. Помню, что бережно относилась к хлебу, учила нас никогда не выбрасывать её. А ещё не могла смотреть фильмы о войне, а в руке у неё остался осколок, который постоянно ныл, напоминая войне. Её брат прошёл всю войну, дошёл до Берлина. Правда, о нём я мало что знаю, Александр из Израиля. Вячеслав Евгеньевич из Орла, 76 лет на связи. Вячеслав Евгеньевич, доброе утро. Доброе утро. Пожалуйста, Ваше. Я хочу рассказать. Отец меня в Финскую воевал, и вот рассказывал, сколько, ну, по болоту шли наши, собственно говоря, в отступлении, сколько много людей погибло. Кукушки, это снайпера финские на деревьях сидели, били в белых масхалатах. Много погубили тоже людей. Его оконтузило. Он был политруком. Теперь, зная, что мало времени, тётя Фаня, путёная, Фаина Андреевна, она была старшим кассиром в Клинцах, Брянской области сейчас. Раньше это была Орловская губерния. И когда немцы вошли в Клинцы, она все наличные деньги, что были в банке, в телегу, положили вниз в телегу и засыпали сеном. И лесами шли до Орла, и она дошла. Ну, где проверки были, она рассказывала, что страшно было, и довезла все эти деньги и сдала в Орловский банк. Теперь жена моя, вот, долгова Раиса, она была маленькой, совсем, тоже, 38-го года, как и я. Когда немцы из Орла отступали, то мать Таисия Алексеевна ее несла на руках. И два других, 36-го и 33-го года, два сына, они шли по минному полю, там, где сейчас стадион, и кладбище было немецкое. И вот отступающие уже последние на мотоцикле двое немцев ехали, и один хотел застрелить их. Ну, а второй немец, значит, взял и автомат ему подбил. И говорит, что оставь, они все равно взорвутся, они не пройдут. И вот они с утра до позднего вечера шли по минному полю, ну, мат все время говорит, вступайте, ну, растяжки были, вступайте через каждый след мой. И, короче говоря, за сутки дошли. А ее отец, он разведчиком был на фронте, где Рокоссовский был. и когда расстрелил, его расстреляли, как и всех, но он остался жив. Землей присыпали, и собака нашла, что под землей находится. И вот он выжил и дошел до Берлина. Вячеслав Евгеньевич, огромное вам спасибо за ваш звонок. Это был звонок из Орла, Вячеслав Евгеньевичу 76 лет. Олег Александрович из Калуги дозвонился, ему 61 год. Олег Александрович, доброе утро. Доброе утро, Сергей, доброе утро, все ваши друзья. Да, доброе утро. Мне 61, поэтому мне как бы больше повезло, мои родители воевали. Но отец умер в 56-м году, поэтому детские воспоминания моим. И потом, когда я почитал, вот, ну, попались его анкеты, военные документы, он прямо из академии военной попал в танковые войска, офицер-танкист, дошел, ну, до Германии. Из детских воспоминаний помню, что как-то вот на каком-то празднике с друзьями они обсуждали, как тяжело им было во Львове, когда вот они соотечественные реформирования и часть стояла во Львове, когда все время экипажи дежурили, что их там долго не задержали, исходя из нынешних событий. Товарищи мне свои очень, ну, как бы сказать, дракали. После войны его отставили в Германии, и он как бы сказать, ну, репарации были. Заводы, вот это вот то, что посчитало командование нужным, они формировали эти составы и отсылали в сады. то, что избитая фраза, что нет семьи, которая бы не коснулась, вот семья мамы, два ее брата тоже служили, слава богу, вернулись живыми. Один из них служил в частях, вот, как бы это назвать, ну, вот эти крепости американские, английские, которые вот летали из Англии, бомбили, Германии и садились у нас, вот один из дракиц служил в этой части, которая как раз вот обслуживала вот этих. Самолет. По моей маме студентке института тонкохимической технологии в Москве привелось, как назвать, тут отрядом, они копали противотанковые девчонки окопы, обыграть противотанковые рвы под Вязиной, так что вот и самое, что было удивительное, вот она мне уже был постарше, она рассказала, у них на курсе были члены Политбюро и дочь маршала Соколовского копали все, так что вот как-то время было другое. Олег Александрович, спасибо, звонок из Калуги. Сметанин Филипп прошел всю войну, был дважды ранен, один из первых обстрелов застал их во время привала, солдаты обедали, когда началась бомбежка, снаряд разорвался рядом, от неожиданности дед прокусил насквозь алюминиевую ложку. Спасибо ему и всем, кто обеспечил нам счастливую жизнь сообщение от Людмилы из Омска. Дед был в плену, сбежал, когда сбежал, никогда не рассказывал нам про войну, только когда был под градусом, говорил бабушке, ты не знаешь, что я пережил сообщение от Нияза из Уфы. Мой дед, Горбатенко Петр Васильевич, шил форму и шинель во время войны во Владивостоке, сначала и до формы, в которых наши солдаты были на параде победы. Мой прадед Коряков Тихон прошел, дошел до Праги, был с Корняком, во время похода переобувал всю роту, имел несколько благодарностей от начальства, после войны не получил ни одной награды по причине описки в канцелярии, записали, как Кариков. Всю оставшуюся жизнь говорил, что всю войну сигаретки курил. Андрей, 29 лет, из Москвы. Давайте Дмитрия послушаем из Подольска, 37 лет. Дим, доброе утро. Доброе утро. Ребят, спасибо огромное вам за такую передачу. Хочу рассказать про дедушку, про своего, Митрофанов Виктора Ефимовича. Значит, он инженер, Нижний Киевский танковый завод, вот они войну как раз строили. Отец мой, ну, деда я уже не помню, так он в 85-м году умер, от отца слышу, рассказывает об истории, как они вышел, он попадал под бомбежку их, и вот отец у меня с обожженным лицом после войны, следы у него такие. Видел фашистов, пленных, вот. Дедушка Второй освобождал Керчь, он с 41-го года и до конца войны там был. История, которую он рассказывал, извините, тяжело говорить, значит, была такая, тоже у него был момент, когда он чуть не погиб, повезло ему, он своего командира тащил, у которого колено выскакивало, и они постоянно останавливались. И из-за этого не успели в штаб, который, ну, если бы они быстрее шли, попали под бомбежку бы и погибли. Вот. И помню о деле только такие воспоминания, когда парад победы или какие-то фильмы, он плакал всегда, а рассказывать тоже не рассказывал никогда. И еще вот с дедушкой, который у меня военный инженер, история была такая, у нас в семье, значит, большая семья, и, значит, есть дед, ну, по второй, там, он третий, как бы, колен, он, значит, из Западной Украины, и как-то за семейным столом он рассказывал и ругал там советскую власть и все такое, что вот мы, там, до меня, там, заставляли работать и все такое. А мой дед, который инженер военный, потом рассказал отцу моему, что, говорит, вот он и еще они у меня работали, когда они восстанавливали мосты какие-то, ну, после войны, вот эти вот, осужденные там с Украины, вот такая вот история была. Понятно, Дмитрий, спасибо за ваш звонок. Мой дед Евгений Кугучин рассказывал, как во время атаки они заняли окопы и, блин, даже немцев. Там стоял немецкий пулемет, который он развернул в сторону убегающих немцев. Но так, как он ни разу им не пользовался, он не смог стрелять в спину убегающим фашистам. Сейчас он говорит, что, слава богу, что я их не убил, а пулемет просто перегрелся. Получил медаль за отвагу. Прадед Борщов Михаил Семенович умер в возрасте 93 лет. Воевал на 2-м Украинском фронте, был командиром артиллерии, был контужен. Помню, когда у него с бабушкой отдыхал, он любил спать в обед и всегда во сне спасался от плена. Бабушка говорила, что самое страшное было попасть в плен. Помню его хорошо. Научил меня рисовать масляными красками. Михаил, 26 лет, Алмата. Любовь Александровна из Волгограда. Послушаем. Любовь Александровна, доброе утро. Доброе утро. Да, пожалуйста, слово вам. Я хочу рассказать про своего свекра. Он проживает сейчас, ну, он живет там, родился в Забайкалье. Есть такой город Могочи. Он с 24-го года рождения. Ныне живет и здравствует, слава богу. Так вот, он ушел на войну, считай, мальчишкой. Сначала воевал в пехоте, закончил войну танкистом и рассказывал вот такой случай. Конечно, случаев было много, но вот мне вспомнился один. Его ранило в ногу. И он прислал фотографию, домой, значит, письмо, прислал фотографию и, ну, рассказывает, что сейчас я в госпитале нахожусь, ранен. Простите, я очень волнуюсь. И, так вот, родственники его не поверили, что он не потерял ногу совсем. И фотографию, значит, с той стороны немножко подцарапали, чтобы посмотреть с обратной стороны, целая у него нога или нет. Ну, вот такой вот случай. Конечно, рассказывал много про войну, рассказывает. Ну, бог пока дает ему жизни, живет и здравствует. Спасибо, Леонид Александровна. Привет, Леонид, меня слышит. Спасибо вам большое. Прабабушку войну застал на границе. Прадед был на курсах в Москве. В ночь на 22 июня к ним пришла полька. Нянечка или гувернантка работала в доме моих прадедов. Сказала, что начинается война, им срочно надо уходить. Прабабка взяла детей и ушла из дома с ценными вещами. Далеко уйти не удалось, так как наступление было очень быстрым и стремительным. Моего деда и его сестру несколько дней она прятала в вырытой яме. Сверху яма была прикрыта землей и дерном. После этого дети сильно болели ёгочными заболеваниями. Особенно сильно болел дед всю жизнь. Далее непонятно как они эвакуировались в Калугу и далее на восток. Как считалось, тогда дед болел чахоткой. Ему необходимо было масло. Бабушка Лиза варила самогон и меняла его на черном рынке на масло. За эту деятельность получила тюремный срок. Но детей выходила и поставила на ноги. А дед уехал строить Новосибирск. Бабушка Карпачёва Екатерина Павловна прошла всю войну медсестрой. Рассказывать про войну не любила. Рассказывала, что пели шуточные песни про немцев, чтобы себя успокоить. Родилась в 18-м. Прожила 94 года. А бабушка по отцовской линии говорила, что встретила войну на гусенице Сталинца. Это трактор такой полудеревянный. Всю войну на нём и проработала. Да. Моя бабушка сытых Тамара Лукитична 1925 года рождения в этом году исполнится 90. Была в оккупации у немцев. Прошла всю войну. Рассказывает, что самое страшное было это голод и расстрел у наших солдат. Бабушка говорит, что детей и женщин выгоняли во двор, чтобы смотрели, как вешают солдат и расстреливают их. В конце войны работала на переводчиком. Помогала нашим допрашивать пленных немцев. До сих пор знает три языка. В совершенстве спасибо внук. Прошёл дед войну. Таир Пулатвич. И я, его внук, войну прошёл. Ценю жизнь. Ценю родных. Всем мира. Из Таджикистана ушёл добровольно с поста министра образования. Прошёл войну и вернулся. Есть фото с Будённым. Горжусь. Сегодня мы вспоминаем то, что рассказали вам близкие, родные о войне. И таким образом, именно так вы её и запомнили. Позвоните нам, расскажите об этом. Романа из Воронежа. Послушаем ему 40 лет. Ром, доброе утро. Здравствуйте. Дедушка у меня Григоров Николай Семёнович. Он 26-го года рождения. Это последний призыв был. Но сам он не воевал. У него бронь была. Он плотник был. Но рассказывал, когда деревню захватили немцы, они с одной стороны дороги пахали, а немцы с другой. Вот немцы на больших таких лошадях, обширонцы называется. А он говорит, мы пахали на валах. И вот немцу одному, они по поясу голые были немцы. Очень понравились быки. Он подошёл потрогать его, а бык его головой ударил. И немец пролетел несколько метров, упал, скакивает, кричит партизан на деда, бежит за пистолетом. А другие немцы, говорит, аж попадали со смеху. И вот этот добежал до пистолета, схватил, а дедушка, ну дедушка моего дедушки, заслоняет его, говорит, нихт партизан, показывает на быка, говорит, вот он партизан, его пиф-паф. Ну и немец остыл, не стал стрелять, ну вот. Спасибо, спасибо за это. Доброе утро, наш дедушка Николай Николаевич Соловьёв прошёл всё в Великую Отечественную с первого дня. В начале войны их части отправили в Иран. Ждали немцев и там. В начале 42-го из их части 100 добровольцев отправили в Крым. Первый бой реально с одной винтовкой на троих против танков. Отступление через Керчь, вплавь 4 километра с оружием, иначе штрафня. Плавь средства вышли навстречу с Большой Земли, подобрали тех, кто выдержал такую дистанцию. Далее оборона Кавказа, Моздок, Грозный, затем Степной фронт, освобождение Харькова, форсирование Днепра. Из батальона 600 человек осталось 5 в живых. Поэтому дед так любил фильм «Батальоны просят огня». Дошёл до Праги, однако контузия. На сайте подвигнарода.мил.ру можно найти информацию о своём родственнике, который участвовал в Великой Отечественной войне. Нашёл так своего прадеда, дошедшего до Берлина и его награды. Валерий, спасибо из Новосибирска. Тим, а у тебя... Как бы я тебя спросил во время новостей, ну так, из уважения. Но оказалось, что и у тебя родственники были на фронте. У них был, как сказать, другой взгляд на Германию. Они воевали с другой стороны. Но мой один дед, он не воевал, потому что слишком стар, не призывал. А другой, он был бомбардировщиком. И вот он отпустил многих из этих бомб, которые попали на Дрезден в этой исторической событии. И он дважды был ранен, пока они делали аварийную посадку, по-моему, в Нидерландах или в Белгии. Я, к сожалению, забыл. Но он, конечно, выжил. И его экипаж тоже выжил. Он был очень доволен с ними. Он сказал, что они были классные. Но ему всю жизнь... А я не могу. Ну, типа, он нам сказал, как ему было жалко. Давайте послушаем Сергея из Самары, 33 года. Сереж, доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. Да, пожалуйста. Два дедушки у меня, оба участники Великой Отечественной войны. Одного я не знал, дошел до Берлина. А второй, Ткаченко Николай Михайлович, 18 лет призвали, год подготовки. 19 лет попал на фронт командиром, по-моему, взвода в Сталинград, участник Сталинградской битвы с защитником Глоба Павлова. Вот. Много чего рассказывал. Мы выезжали, водили его туда, на дом Павлова. Вот. Рассказывал, начиная с переправы, как переправляли с того берега. Очень много погибло перед переправей, потому что немцы бомбили. Вот. И их тоже катер подбили, они тонули. И он рассказал такую историю, как они тонули с медсестрой. Она плавать не умела и тонула с медицинским чемоданчиком. Они же металлические были, тяжелые, плюс он воды набрал, плюс шинель. Вот. И говорит, бросай чемоданчик. Нет, бросать, говорит, не буду. У меня еще раненых спасать. Мы же утонем. Нет, не буду бросать. И все, он ее на руках. Она плавать не умеет. Говорит, уже почти утонули и ногами. Говорит, почувствовал носками дно. И, говорит, откуда силы взялись. Пошел, пошел. И вышли они, в общем, на берег. Вот. Их хорошо, чемоданчик пригодился, потому что был спирт. Вот. Обошлось без исполения, без всего. Рассказывал, что пополнение было порядка 500 человек в день. Вот. У него было 21 человек, командовал он, 3 человека на пулемет. Это вот пулеметы Максим, которые засещали дом Павла и уходили на задание. Я говорю, помнишь кого-нибудь? Он говорит, ну, а как помнишь? Уходили 21 человек, приходили максимум с двумя пулеметами. То есть максимум 6 человек. Вот. Ну, много всего интересного, конечно, рассказывала. Война и две вещи хочу сказать. Хочу сказать первое. У кого еще живые, вот. Уделяйте больше внимания, времени, общайтесь и помогайте, потому что вот было желание, но, к сожалению, вот когда деда не стал, понимаешь, насколько много не успел, а сколько хотелось бы сделать всего. И тут, как бы уже руками разводить-то поздно и прочее. Спасибо. И такой момент вот здесь для сравнения, кто увлекается спортом, ребята, вот, там у них панорама есть в Волгограде, и там стоит Шанель. То есть как вы воевали. Он говорит, вот Оков, даже дед рассказывал в доме Павлова, говорит, этаж наш, этаж немцы, этаж наш, этаж немцы. Потом с утром приходят на задание, там уже ситуация поменялась. И так же Оков, там каждые 8, 10, 12 метров Оков, там в каждом Окове наши немцы, наши немцы. Так я вот что хочу сказать, вот то спинбол играет, да, там 10-20 человек, команда, и то головы невозможно понять. А вот представьте, война. Да. Вот это вот ощущение, оно приходит, когда вот, то есть побываешь в Пленграде, сходишь там на панораму, везде все это, посмотришь, послушаешь, и потом вот приезжаешь, когда на тинбол игру, и понимаешь, что какая была история там. то есть здесь там 10 человек играет, и ничего сделать возможно, а война, это вот... Да, 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 спасибо, Сережа. Мы, да, мы с Рустамом тоже в этом году побывали в Волгограде в рамках нашего проекта «Оставь свой след», да, на дорогах России, и мы разговаривали с людьми, которые вот восстановили, создали, вернее, музей Иосифа Сергеевича Сталина рядом с Мамаевым курганом, и говорили нам, что на том же Мамаевом кургане пять лет ничего не росло после войны, потому что все было в останках. И в осколках. и просто трава не приживалась в это время, да, и вы знаете, друзья мои, когда там находишься в этом месте, ну, невообразимое чувство тебя просто вырывает из реальности, вырывает из реальности абсолютно. Здравствуйте. Мой дед Федор Иванович был механиком на аэродроме, горел, правая нога была собрана из кусочков кожи, нам, внукам, это казалось таким страшным зрелищем, а он шутил, это я с велосипеда упал. А когда закончилась война, в станице из вернувшихся мужчин был только он, мой дед. И бабушка просто пришла к нему и предложила ему жениться на ней. Никогда об этом не жалела, родили двоих сыновей, один из которых мой отец. Мой дед Александр Михайлович Шишков ушел на войну в 18 лет, дошел до Праги, но мне старшей внучке запомнился рассказ о том, как в одном бою ему выбил осколком глаз из глазницы, и он 12 километров нес его в руке до госпиталя. Врачи смогли сохранить его, но по большому счету не любил рассказывать о войне. Спасибо им за нас. Дедушкин брат Шахновский Лев Александрович с 25-го года рождения ушел в 42-м из Киевского училища танкистом. Своим экипажем взял в плен 30 солдат, офицеров, уничтожил два орудия, 10 повозок, орден Отечественной войны второй степени, горел в танке, потерял ногу. Дедушка в 11-15 лет выжил в Ленинграде, спасал город от неразорвавшихся бомб. Прадедушка восстанавливал железную дорогу и связь, и не раз прошел дорогой жизни, награжден орденом Красной Звезды. Мой дед Логинов Михаил Алексеевич мало рассказывал о войне, говорил, что научился спать на ходу и пить из кровавых луж, размахнув куски человеческого мяса. Друзья мои, сегодня мы решили посвятить наш эфир тем воспоминаниям, которые остались у вас о войне от ваших близких, дедушек, бабушек, близких, родных. Мой дед Посредников Иван Феофанович родился 16 июня 15-го года в городе Ярцево с института учительского города Смоленского 40-го года служил 3 года противотанковой артиллерии, закончил воевать в Чехословакии начальником штаба артиллерийского полка в звании капитан, награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и Орденом Отечественной Войны 1-й и 2-й степени и 4-мя медалями. Дважды ранен и один раз контужен. В Ярославской области бабушка Галина Константиновна родом из Ярославля рассказывала, как фашистские самолеты бросали несброшенные бомбы в пруд рядом с их деревней, возвращаясь с бомбежки Ярославля и Рыбинска. Было жутко. А дедушка Дмитрий Викторович после войны плавал на тральщике по Балтике, уничтожая немецкие мины. Прадед погиб под Орлом во время Курской битвы. Дед по отцовской линии был ребенком в оккупации на Украине. Яну, послушаем звонок из Челябинска. Яна, доброе утро. Добрый день. Огромное вам спасибо за поднятую тему. Аж эмоции захлестывают. Что хочу сказать. Ну, война прошла по моей семье. Ого где-то погибли на фронте. Один в начале войны в Белоруссии, другой в конце войны, уже освобождает Белоруссию. Бабушка моего мужа партизанинка, была партизанкой на Смоленщине в 16 лет ушла в партизанский отряд, когда началась война. И всю войну там партизанинка была и поваром, и медсестрой, и стреляла, выполняла все по необходимости. Морозова Мария Федоровна. Спасибо. Будьте добры. У меня самое главное, что я хочу сказать, не это. Мне довелось познакомиться с легендарной личностью, резидентом нашей разведки, которая организовала все подполье в Смоленске и на Смоленщине. Легендарный человек, живущий по сей день, медведка Валилия Васильевна, 95 лет, живет в Ялте. Человек необычайной скромности, когда началась война, ей было 18 лет, она окончила только первый курс мединститута и находилась у мамы в деревне под Смоленском. Пришли фашисты и они всей семьей ушли в партизанский отряд. И уже оттуда ее... Она была переброшена в Москву, в НКВД и три раза переходила линию фронта для того, чтобы организовать подполье на Смоленщине. И после войны она продолжала весь этот боевой путь. До 82 лет работала хирургом. Мы с ней познакомились 15 лет назад, когда она уже должна была остаться... Работала, оперировала, была хирургом, оперирующим до последнего своего рабочего дня. И по сей день она жива. То, что она рассказала о войне, ее воспоминания, вы знаете, мы их тайком с мужем записывали для того, чтобы наши дети знали, чего стоила сегодняшняя наша мирная жизнь. А вы перескажите нам, Яна, какую-нибудь зарисовку, какой-нибудь фрагмент из того, что вы услышали от нее. Рассказывала она очень много. Но, вы знаете, вывести ее на эти рассказы было крайне сложно. Человек очень собранный, очень по сей день светлая голова. Что она говорила? Линию фронта переходила вот трижды с радистом. Их было трое, не помню, кто был третий. Извините, волнение зашкаливает. Ей повезло во многом. Ее мама была преподавателем немецкого языка. И, будучи живя в деревне, до того, как она поступила в институт, она помогала маме. внешне она была светлая, светлые волосы. И немцы ее часто принимали за свою. Так вот, чтобы уже находясь за линией фронта, чтобы войти в Смоленск, она говорила, как им было сложно, выменивали все у местного населения яйца, которые немцы очень любили, чтобы потом за эти же яйца сыры немцы где-то их подвезли до города. Как люди помогали, обычные люди. Я понимаю, Ян, вам трудно. Спасибо вам большое за этот звонок. Мой дед по материнской линии Лютов Петр Трофимович был призван на войну 22 июня 41 года. В этот день пропал без вести в декабре 44 года. По отцовской линии дед Егоров Иван Ильич проработал всю жизнь сварщиком на Сталинградском судостроительном заводе, где во время войны они ремонтировали танки. Работали круглосуточно, домой отпускали только на выходной, чтобы помыться и переодеться. 2 февраля 43 года в центре Сталинграда был организован митинг в честь окончания Сталинградской битвы. Рабочих с завода везли в открытых полуторках, они укрывались от холодного ветра брезентом. Машины остановились в районе Ильшанки. Дальше можно было идти только пешком. Расчищена и разминирована была только одна дорога, по которой к центру города колоннами шли люди. А вдоль всей дороги по обеим сторонам были сложены смёрзшиеся трупы людей. Русские, немцы, сложены они были в штабеля высотой выше человеческого роста. Такой тоннель был из погибших. После войны дед был награжден орденом Ленина вечная память всем героям и участникам войны. Владимир из Новосибирска. Послушаем. 47 лет. Володь, доброе утро, добрый день. Доброе. Добрый день. Пожалуйста, вам слово. Вы знаете, её отец пропал в 8 мая 45-го года в Германии город Шталпиц. К сожалению, не довелось, конечно, пообщаться. Дядя мой, двоюродный, прошёл всю войну артиллеристом. Потом в Риге служил в учреждении по надзору за взрывными работами. После войны очень много взрывал старых зданий. Тётушка моя, родная всю войну, была на станиславном поезде, прошла. Родной брат моей мамы, старший, был в плену. После плена отсидел не 10 лет, как обычно давали, а 12, за то, что начальнику при допросе офицеру КВД то ли нахамил, то ли ответил резко. За это два года добавили. Жаль, конечно, не довелось пообщаться с ними. На самом деле, только сейчас в течение времени понимаешь вот ратом всех русленников. Спасибо, Володя, за ваш звонок. Спасибо. Папа, рожденный войну всегда протирает тарелку куском хлеба и никогда не выкидывает хлебные крошки. Рассказывал, как его отправили в соседнюю деревню за хлебом, вот он стоит на остановке с буханкой черного хлеба, подходит женщина и говорит, а белого хлеба не хочешь? А для него ребенка белый хлеб принести домой и накормить семьей это какое-то невиданное лакомство, его и не достать собственно было. И вот женщина предложила поменяться. Говорит, «Да, я тебе через две минуты вынесу белый». И он отдал, и стоял, и ждал, стало темнеть, а он все стоит и ждет. Подошла другая женщина и говорит, что ж ты стоишь-то? Он рассказал, что ждет белый хлеб. А что она сказала? «Да иди ты домой, никто уже не придет». В итоге вернулся без хлеба и без денег. Моя мама была ребенком в блокадном Ленинграде. Позже ее сестру и двух братьев вывезли в Кировске. Мой дед Исмаилов Вагаб Харасович очень не любил говорить о войне, но известно ушел добровольцем в 43-м. Танкист дошел до Берлина и был переправлен на восток на войну с Японией, где и получил единственное ранение. Смяясь говорил, что убегая, японцы кричали всегда «Бонзай». Прадед моих детей был командиром танка с первого до последнего дня войны. Вспоминал, как под Прохоровкой фашистов утюжили, брал Берлин, дважды кавалер ордена славы, за войну поменял 19 танков, ни одного ранения. Давайте послушаем Володе из Москвы, ему 43 года. Владимир, доброе утро. Доброе утро. Ребят, спасибо за тему, конечно. У меня сегодня двойной такой сказать можно, праздник нет. Сегодня как раз у мамы день рождения родилась 22 июня 41-го года. Вы представляете, да? То есть у бабушки на руках вот этот ребенок, да? То есть жили они подвязнами. Деревня глухая, естественно. И эта деревня из рук в руки переходила как раз-таки много раз. Там были расприченные бои. Ну и предварительно, естественно, мужиков нету. Вот этих женщин с ребенком на руках и сначала там в общем-то как бы отправляли копать окопы. Ну, укрепляли они эти окопы, копали, лес пилили, валили. Вот. А после как пройдет очередная волна атак, да? То есть погибших всех в эти же окопы и закапывали, говорит, и русских, и немцев всех вместе. Потом, значит, немцы захватили деревню и все местное население, в общем-то, кто остался, погнали на работу в Германию. Гнали пешком, в общем, много-много чего бабушка рассказывала, конечно, в свое время. Вот. Ну, в общем, интересные факты, конечно, говорит, что вот немцы, сами немцы, многие были просто очень порядочные, говорит, видя то, что на руках ребенок и шоколадку говорить дадут. И был, говорит, случай, что на ночевку их загнали, в общем-то, в какой-то сарай. Это уже дело было ближе к зиме, значит, ну, и какая-то печерка там топится на ней, на чайник стоит, как положено, кипяточек, вот. И, значит, ну, бабушка, естественно, весь день на руках несла ребенка, задремала. Мама падает с рук, значит, головой ударяется об этот чайник, ну, травма, загновение. И вот, говорит, увидел немецкий там врач какой-то, и, значит, ребенка выбирает. Ну, бабушка, естественно, в крик, не отдам. Вот. Ну, как-то, как смогли, объяснили, что хотят, в общем-то, оказать помощь. Ну, промыли, вычислили все. Говорит, даже опять же, шоколадку какую-то, дай. Вот, говорит, но больше всех боялись, румынов, чехов. Говорит, вот это были каратели страшные. Вот. Потом, значит, до Белоруссии догнали, там отбили партизану, тоже ночью загнали в сарай какой-то. Вот. И стали атаковать партизану. Ну, вот эти как раз, говорит, румыны, кто там подожгли, значит, сарай. Ну, и там кто там, бабы, говорит, как смогли, вроде бы там это, выбили двери там. Кого-то поубивали, естественно. Ну, в общем-то, в Белоруссии там, приютили их как-то, первое время там, картошки, говорит, где мы там ходили, в общем, просили, говорит, приходилось просить. Вот. Потом вернулись к себе домой, то есть, вот так вот одна баба поднимала, дальше семью. Мужики все погибли, то есть, два деда, в общем-то, остались на войне, дедости пропали. Вот такие истории. Спасибо, Володя. Спасибо, спасибо. Дед служил в штрафбате, и истории о войне доходили только через отца. Самым запоминающимся была, сам запоминающимся была повесть о страхе и ненависти, о его силе. Штрафбат — это мясо, которое, как наживку, в начале боя кидали немцу для обнаружения позиций противника. И немцы их боялись, как огня, так как знали, что если они добегут, то с ними уже никто не справится, потому что они голыми руками проламывали черепа немцам одним ударом. Оружие было не у всех. Силы их сравнивали с медвежьими. Кто возвращался, сходили с ума, особенно у тех, кому до 20. Мой дед выдержал, дошел до конца, стал командиром разведки. Дед — Калугин Иван. Артур, 20 лет, бабушка моя жила на Украине, ее забрали в возрасте 14 лет. 5 лет она пробыла в плену, работала. Очень нужная программа. Мой прадедушка Ильиченко Фадей прошел всю войну с сапером, дошел до Германии, вернулся в 47-м в деревню, от первого брака шестеро сыновей погибло. Моя бабушка была угнана в Германию, выкупил из лагеря немец на сельхозработы. Так живая осталась, вернулась в деревню. Ни прадед, ни бабушка не любили говорить. Теперь в этом возрасте понимая их всем оставшимся ветеранам большой поклон и здоровья. А есть короткое сообщение. Мне 89 лет сегодня. Прошел всю войну. Яков, Москва. Поздравляем. Поздравляем. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Константина из Москвы. Послушаем. Ему только 25. Костя, доброе утро. Доброе утро, товарищи. Сейчас слушаю вашу передачу по там. Сегодня буквально сел, сразу включил и дозвонился. Очень рад. Сам я родом с Липецкой области. Рустаму привет оттуда. Знаю, что он там бывал. А значит, хотел рассказать. У меня вы дошли, значит, прошли всю войну и прадед по отцовской линии, он еще воевал финскую. Только вернулся домой. Буквально через неделю начинается война. Он опять уходит на фронт. Был артиллеристом. Прошел весь Сталинград. Вернулся только в 47-м после госпиталя. Было множество наград, но дом сгорел. И в те времена особо никто не стал восстанавливать. Очень печально. Другой дед по маминой линии был моряк. В 20 лет был призван и сразу началась война. Тоже прошел всю войну. Воевал в Ленинграде. Воевал на Курской дуге, когда не хватало сил. Их выбрасывали, очень боялись рукопашные. Говорит, немцы убегали от нас. Дед, значит, по отцовской линии воевал в тылу. Ну, не воевал, работал в тылу. Извините, я просто волнуюсь. Забивает самая речь. Работал в тылу в 12 лет. Один в поле пахал на лошади. Я, значит, каким-то образом, да, добываю какие-то, значит, протянь, потому что был сильный голод. Спасибо, Костя. Спасибо большое. Спасибо большое. Давайте Елену Васильевну из Краснодара послушаем. Елена Васильевна, доброе утро. Да, добрый день. Добрый день. Спасибо вам большое за передачу. Мне очень хочется, знаете, хотя бы озвучить. У меня двоюродный брат, как в кино показывают, как раз, когда закончил школу, выпускной вечер, и объявили войну. И весь класс, они учились в мужской школе, в 11-й мужской школе в городе Майкопе. И весь класс, не оформившись, естественно, такой порыв, мы уходим на войну. Я помню, как мы провожали Толю на вокзал. Стояли вагоны, такие вот, как скотину перевозят обычно, ну, товарные поезда, вагоны. И тетя меня несла на руках. А сколько вам было лет, Елена Васильевна? Я 39-го года. Вы помните это? Я все помню, все до мельчайших подробностей помню. И когда меня несла тетя на руках, она все время спрашивала, скажи, Толя же вернется, Толя вернется, а он единственный сын у нее был. Учился отлично, рисовал хорошо. А я все время почему-то махала головой и говорила, нет, нет. Это я тоже помню. И вот, как весь класс ушел на войну. и больше ни слуху, ни духу. И сколько мы не писали, и сколько не искали. И вот теперь уже в этом году нам ответили, что он оформил, дошел до города Ачамчиры. Ну, и ребята же, наверное, с ним. И там оформили их уже в армию. Но без вести пропавший, считается, до сих пор не нашли следов. Из класса никто не вернулся. Куда ребята делись, ничего не известно. Мой другой, тоже молодой, ну, правда, постарше, ему 23 года было, это мамин брат, тоже без вести пропал. Но вот в этом году дочь по какому-то там, не знаю, где она нашла, в интернете или какой-то сайт существует, что теперь известно, что Сережу похоронили в братской могиле, вот, в Липецкой области, в селе. Теперь я напишу туда и узнаю, как и что, может, что-то известно о нем. А вот отец и дядька, они прошли всю войну и вернулись после войны. А вот эти два молодых не вернулись. И мне, знаете, самое, вот уже мне много лет и так хочется, чтобы вот его фамилия, ну, как же вот он жил, учился, мечтал и нет ничего. Как его зовут? Анатолий Анатолий Федорович. Это вот Толя, который 10 классов закончил. А вообще я все помню. Я помню, как немцы входили в наш город Майкоп. Мы жили около мебельного комбината, недалеко. Этот комбинат подожгли, дым стоял страшный, какие-то, ну, все жители что-то оттуда тащили, какие-то стулья там, все растаскивали. А потом наступила такая тишина, тишина. Потом была бомбежка и зашли немцы. И еще к нам во двор, не знаю, на следующий день или через день заехала машина, поломав ворота немцы в открытой машине. И у нас была собака овчарка, хорошая, очень, Динго. И они гонялись по всему двору за этой собакой. Потом достали сетку из машины, набросили сетку и забрали нашу собаку. Я помню сапоги. Настолько блестящие, красивые сапоги запомнились мне. Ну, наверное, потом тетя мне говорила, что да потому, что ты маленькая стояла и выше ты не видела, а видела только эти сапоги. Елена Васильевна, спасибо вам огромное, спасибо вам огромное за ваш звонок, за то, что вы помните, друзья мои, 728-7171, код Москвы 45, пожалуйста, то, что вы знаете со слов своих дедушек, бабушек, родных, близких о войне. Вы теперь понимаете, почему ветераны не рассказывали, им больно было вспоминать, и они не хотели показывать своих слез детям. У меня дядя прошел войну в разведке, помоложе родственники, так вообще не знали, что он воевал, а другой мой дядя рассказывал мало, было летчиком, помню его рассказ, как их самолет был подбит, мотор заглох, парашютов не брали, сняли очки, приготовились крепко целовать землю, но перед самой землей и мотор зачихал и завелся, дотянули до своих, а дедов у меня нет, погибли все. Один дед прошел всю войну, накинув год, ушел добровольцем, другой в 41-м попал в плен и вернулся после войны из плена, прожил всего 5 лет. Давайте послушаем Тимуру из Уфа, ему 31 год. Тимур, доброе утро. Доброе утро. Сергей, Рустам хотел сказать мамин дядю, он вернулся с войны единственной в этой деревне. И вот про войну не рассказывал, рассказывал про то, что он остался после войны в Германии до 47-го года. Нашел там женщину и родил ребенка, пацана оставил. Зовут его Хасанов Равиль Тагировича, немцы боялись звали его Рауль. И вот выпивая, говорит, где же ты моя Мария Терези все время вспоминал вот этот момент, что оставил женщину там. И вот у Жене еще живет в Вильнюсе, девичья фамилия Агеева Лидия Васильевна, 74-75 лет и 76 уже. И говорит, вот сволочи были румыны, а немцы нормально. Она в и когда возили всю деревню в Германию, значит, они с матерью остались там в стороне. И вот она пятилетним ребенком заплакала, хотела заплакать. И спас их полицай. Видимо, в их деревне был мужик, и вот так вот спас он. Еще хочу сказать, что многие сейчас ноют, плачут, что плохо жить, тяжело. А вспомните, что тогда, 74 года назад еще тяжелее было, и вот народ не так живет. Спасибо вам. Спасибо вам за звонок, Тимур, да, это был звонок из Уфы. Александр Ставрополя, мой дед, Юрий Каприянович, артиллерист, дошел до Кенигсберга, а на фронте встретил своего отца, то есть моего прадеда, который тоже воевал, но в другой части. Провели вечер вдвоем перед боем. С войны вернулся только дед. Мой дед Дадуренко Григорий Степанович форсировал Днепр в 43-м, получил осколочное ранение в голову несколько миллиметров от мозга, доставать не стали, опасно. После мобилизации по инвалидности домой на Алтай скрывал они, дабы работать, как все. Спасибо ему, а также всем бойцам и тылу Степан из Барнаула. Друзья мои, мы сегодня вспоминаем всю войну, какой она видится вам через воспоминания ваших близких, дедушек, бабушек. Расскажите нам об этом. Дед Захаров Степан Павлович прошел всю войну, спас поезд, когда диверсанты разобрали рельсы, участвовал в танковых боях под Киевом и освобождал Киев. Из пяти братьев деду вернулся только один. Участником Великой Отечественной войны признан не был, так как относился к секретной части. И документы так и остались засекречены. Давайте послушаем Василия Павловича. Он дозвонился из Брянской области. Здравствуйте. Передача очень нужная, ребят. И тем более в такой день где-то вперед за душу. Я вот слушаю передачу вас в девяти часов и действительно никто в паре не мог говорить, кому в горло поступает. Хочется рассказать о своих дедах и бабушках. К сожалению, я дедов не помню. Вот они как бы после сразу погибли, но рассказывала мама мне дед один Квашнев Федот 51 год в сентябре забрали его 41-го года и погиб. Потом дядя его нашел в Воронеже, пропал без вести вначале, а потом в братскую могилу в Воронежскую область шли. Бабушка, жена уже его Наталья Андреевна Квашнева осталась одна, четверо детей понимала. Представляете, метр сорок ростом так хотела, любила своих детей, хотела, чтобы они выжили, собирала и в общем баронила на двух лошадях. Я, например, мужик, я не могу представить, на одной лошади я баронил картошку, наверное, кто в селе живет, тот знает, как ухаживает за картошкой, так она на двух лошадях баронила, 40 килограмм роста, вернее, вес, и метр сорок, то есть как тяжело было, один случай расскажу. Заняли немцы деревню и по домам растерились, как всегда они занимали дома, жили, подогнали машины свои под дом и самолеты наши летали, бомбили, вот, и в один из таких, в одну такую бомбежку они подогнали и стоят под домом машины, а бабушка говорит на немца, что же вы подогнали машину, у меня же дети здесь, а немец ей, а вы думаете, что, у меня детей там нет, я вот поставлю сейчас машину далеко от дома, они разбомбят и машину меня убьют, вот, поэтому я ставлю под дом, то есть вот такие вот были немцы, к сожалению. Выросли, выросли дети эти, вот, и моя мама старшая, слава богу, живет, она рассказывает мне, бабушка дожила до 100 лет, вот, вот, два года она умерла, у нас, Василий Петрович, спасибо, спасибо вам за ваш звонок. Доброе утро, меня зовут Марат, Оренбург, 29 лет, отец мне рассказывал про деда и Моналиева Сабита, который воевал и дошел до Кенигсберга, слава богу, прошел всю войну и вернулся домой, был ранен три раза, так и жил с осколком в бедре, награжден медалью за отвагу, я не знал за то, что первым прыгнул во вражеские окопы и ликвидировал четырех фашистов в том же бою и получил ранение, был у него отпуск домой, рассказывали, что когда приехал домой, много мужчин прятали, чтобы их не забрали на фронт, дед очень злился, он там воюет, весь раненый, они тут прячутся, в общем, позвал он всех дезертиров в гости к себе на вечер, а сам днем сходил в город, в комендатуру и предупредил, что все дезертиров будут вечером у него дома, как мне рассказали, всех их и приняли и на фронт отправили, вернулся домой только один его односельчанин и тот с другой фамилией, документами, дед после войны, когда выпивал, того деда до сих пор живут с фамилией, которую присвоил их себе дед. А я хочу сказать, что жена отправила мне смс, что ее бабушка, Серафима Морозова, она не закончила школу, потому что ей надо с 9 лет работать в поле, поэтому она занималась как сказать, в телу сельскохозяйством и не доучилась. Такая история, да. Татьяну из Ижевскому давайте послушаем. Татьяна, доброе утро. Добрый день. Доброе утро. Добрый день. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими воспоминаниями. Мой папа, Бухарин Павел Николаевич, работал в войну на заводе Вижевске. Но в Вижевске очень многие имели бронь, потому что здесь были оружейные заводы и металлургический завод. Дело для оружия. Он работал с конструкторами Симоновым, потом работал с Токаревым, с Ошпитальным и заканчивал уже свою трудовую деятельность с Михаилом Калашниковым. В 1942 году они с Симоновым поехали сдавать противотанковое ружье Симонова знаменитое, которое долго очень было на вооружении в армии. Вот. Они поехали в Москву вдвоем. Слесарь и конструктор. Их встретил грузовик, отец с винтовкой в грузовике, в кузове, потому что винтовка весила где-то 40, ой, 20 с лишним килограмм. Попали под бомбежку, отец с винтовкой забрался под грузовик, Симонов с водителем убежали в бомбоубежище, ночевали в приемной в Кремле у одного из руководителей нашей страны на кожаных диванах. Утром поехали на полигон, папа сказал, что на полигоне уже все было снято, уже ничего не было. Стояли несколько танков. Отец сделал несколько выстрелов по танкам, и тут же был подписан документ о принятии на вооружение. О принятии в производство этого изделия. Вот так они сдавали противотанковую винтовку Симонова. Спасибо большое, Татьяна, за ваш звонок. Мой прадед дошел до Берлина. Там они в честь победы возле Бранденбургских ворот готовили плов, предварительно забрав овцу из местного зоопарка. Потом прадед мой стал осматривать город. Мимо проходил пацан, немец, лет десяти, и подстрелил со спины прадеда в плечо. Прадед обернулся, а парень продолжал, убегая, стрелять в него дальше. Деду пришлось убить его. Осколки так и остались в плече до конца его лет. Курбанов в буре призывали из Таджикистана. Михаил из Сургута, послушаем, 54 года. Миша, доброе утро, добрый день. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Хотелось бы вас поблагодарить за передачу «Если не моя, кто-кто же». Хотелось бы рассказать о своем отце 24-го года рождения, Носов Иван Михайлович. Ушел на фронт в 42-м году, 8 лет в армии. Значит, работу это служил, воевал связистом, потом радистом, начинал на Северном Кавказе, в Крыму. Значит, ранений избежал, но был контужен. Засыпал землей. Хорошо, что другие бойцы увидели торчащие ноги из земли, раскопали его, обнаружили живым. Вот. Значит, был судьбоносный случай в судьбе отца. Встретился он со своим отцом на фронте. То есть, в соседнем полку настраивал связь, ремонтировал. Сказали, что, мол, там его земляк. Но пошел навстречу, оказался отец. Больше после этого они с ними не виделись, то есть с моим дедом. Вот. Ну, войну прошел, 8 лет, умер в 92-м году. Спасибо вам, Михаил. Спасибо большое. Глеб из Томска. А наша семья одна из многих, в которой вообще никто не вернулся из ушедших на войну. Все погибли, и истории приходится собирать по крупицам. Мой дед Ефимов Алексей Васильевич из Нижегородской губернии прошел всю войну. Вначале ушел добровольцем на Финскую, после нее поступил в мединститут, но закончить не успел. Началась война, и он снова ушел добровольцем. Дошел до Варшавы, после войны ушел в разведку, и после окончания разведшколы в Ростове уехал в Мексику готовить плацдарм для товарища Фиделя. Дед дожил до 95 лет, умер в прошлом году. Дед Панков Федор Дмитриевич прошел все ужасы войны, офицером дожил до 91 года, был контужен, преодолел Днепр, не умея плавать, и ведя за собой солдата, после окончания войны написал книгу о своем полке «Огненные рубежи». В школе на тематическом уроке делал доклад по ней. Горжусь и благодарю. Давайте Антона послушаем из Москвы, ему 40. Антон, доброе утро. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Да, ну у меня где-то бабушка принимали участие в войне, а так или иначе бабушка попала в эвакуацию. Сначала она до последнего была в Москве. Она помнила, как взрывали храм Христа Спасителя, жила в соседнем доме, они тушили бомбы с утра до вечера, зажигательные. Потом она попала в эвакуацию, и, кстати, вот что она вспоминала, что многие сейчас начинают вспоминать разные национальности Советского Союза. Так вот, она говорила, что мечтой многих эвакуированных было попасть в Узбекистан, потому что именно в Узбекистане люди, как ни странно, лучше всего относились к тем, кто приехал. И они кормили и очень по-доброму относились. А дед практически всю войну провел на границе в Амурской области и самое страшное воспоминание было то, что так как формальной войны из Японии не было, а они каждый день патрулировали, говоря, границу, то им стрелять было нельзя. В то же время по ним работали пулеметы, и практически из каждого наряда пули на лошадях, то есть так как большой участок был патрулирование границы, спрятаться им было некуда, и он каждый свой наряд воспринимал как последний, потому что кто не знал, сколько людей оттуда вернется. и еще вот недавно я встретил ветерана, он был совсем старенький, ну, медаль у него была, наверное, где-то до колен примерно, вот, и он был евреем, дошел до Берлина, и что было интересно, он был одним из немногих участников побега из концлагеря Собибор. Вот, он рассказывал про те ужасы, которые пришлось пережить, и что характерно, что он, конечно, вспоминал, что войну победил именно народ, и когда вот сейчас вспоминают, что Сталин великий и так далее, что мне запомнило, что он сказал, что победили, все же вопреки Сталину, а не благодаря ему. Вот такая история. Спасибо, Антон, спасибо, Антон, за ваш звонок, да. У меня из девяти дедов вернулся только один, двоюродный, Чурилов Василий Павлович, командир группы диверсантов. Вспоминал, как раз они пошли на задание, зашли в деревню подкормиться. «Лесник увидел и донес немцам, что деревенские кормят разведчиков. Немцы согнали всех жителей в амбар и подожгли. Мы, говорит, видели все, а что делать? Нас четверо, а немцы в батальон. После задания нашли лесника, перебили колени и посадили на муравейник, привязав к дереву и ушли». Сообщение от Алексея. «В этом году моя бабушка 24-го года рождения была фронтовиком, затем из Украины ее забрали в плен. Умерла ей, было 90 лет, пишет Руслан из Сургута. В Германии она была кухаркой, говорит, что немцы хорошо к ней относились, что подтверждает фразу, что не все немцы были фашистами». Давайте Ольгу из Тулы послушаем. Ей, 47. Оля, доброе утро. «Здравствуйте. Я не знаю своих двоих дедушек, они погибли без вести, рядовые были. Я хотела, рассказы слышала от бабушки своей. Они у них в деревне сначала пришли немцы под Орлом. Я, говорит, все, что он потребовал, яйки, млеко, все, говорит, отдала, все, что было. А, говорит, стою перед ним вот так вот руки, ну, что нету, больше у меня ничего. А сама, говорит, за спиной, знаю, что, говорит, стоит горшок с медом. Ребятам вот, маленькие дети были. И вот каким-то образом она вот это скрыла. И вот, вот это один момент. Потом, говорит, стояли немцы пленные, почему-то вот разместили. И, говорит, был молодой какой-то немец, парень, он говорил по-русски. И вот он все возмущал, ну, не возмущался, он говорит, вот мы вроде как не виноватые простые солдаты, а вот это начальство наше, вот она мне так говорила. Вот. Еще третий момент, когда наши были солдаты уже. Вот. И есть, что, ну, видимо, им было нечего. И достреливали раненых лошадей. и варили, значит, в печке там вот это мясо. И каким-то образом это мясо куда-то кто-то или съел или что-то. Ну, какой-то был типа, как, ну, перебранка такая между солдат. И вот, спасибо юмору, солдат, стали, да, выяснять, кто съел. А тут подошла моя мама маленькая. А один солдат был с юмором. Он говорит, у вас кошки-то есть? Она говорит, есть. Одна кошка желтая, другая рябая. А он нашелся и говорит, вот она мясо из корябала. Все расхохотались и все наладилось и как-то вот все разрешилось. Спасибо. юмор тоже как-то. Спасибо, Оля. Спасибо за ваш звонок. Дед был на границе с Польшей и в Белоруссии. Попал в плен. Держали их в старом доме рядом с селом, в котором он жил. Его мать ходила к ним и приносила еду каждый день. Зная немецкий и польский, дед подслушал немецких солдат и понял, что наутро их расстреляют. Ночью с напарником они разобрали старую печь гвоздем, разобрали кирпичи дымохода, вылезли на крышу и убежали. Наутро его мать опять принесла им еду, а они предупредить ее не успели. Ее расстреляли вместо него. Всю жизнь он потом прожил с этим. Дед стал партизаном, так и прошел войну и ужасы в жизни в лесах Белоруссии. Потом переехал в Молдову, я там вырос, а сейчас в Санкт-Петербурге Алексею Сушко 26 лет. Инга из Москвы, давайте послушаем ее историю. Инга, доброе утро. Доброе утро. Да, пожалуйста, вам слово. Рустам, здравствуйте. Вот я хотела бы привлечь внимание не совсем к ветеранам войны, участникам войны, а к детям войны. Вот с июня мой прадед воевал, всю войну прошел, слава богу, дошел до Берлина, брал Рейхстаг и вернулся. Ну, с двумя ранениями, но живой. Ну, например, его дети, особенно его старшая дочь, в 9 лет она встретила войну и она работала в поле на моей бабушке, то есть наравне со взрослыми. Она не получила звания труженика тыла, она не участник войны, но она закончила только три класса. У нее три класса образования. Она проработала всю жизнь, поэтому там, на каких-то рабочих профессиях, вернее, на кистевязной фабрике она проработала. Она ветеран труда. Она всю жизнь на одном месте практически проработала. И теперь она, конечно, очень больна. Она надорвала здоровье в поле во время войны. Ну, маленький ребенок, 9 лет работает. И теперь практически я не могу получить для нее достаточной медицинской помощи. Это все встречает определенные трудности. Я думаю, таких вот ветеранов войны детей, их много, которые сейчас, они не имеют никакого статуса, но они пострадали. Я понял. Спасибо. Спасибо. Володю из Иванова послушаем, 31 год. Владимир, доброе утро. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, что вы помните по рассказам ваших близких? Да, я хотел бы рассказать про моего деда. Его зовут Глинько Иван Семенович. Родился в Казахстане в 24-м году. Попал на войну в 18 лет. Дошел до Ржева. Там какие-то были очень страшные бои. Под Ржевом был ранен. Ну, попал в госпиталь, впоследствии демобилизовался. Вот. Ну, до сих пор живой. Живет с моими родителями. Спасибо. Спасибо вам. Когда шла эвакуация из блокадного Ленинграда, бабушка бежала, а перед ней при бомбежке рухнул дом. Ей икона под ноги упала, она схватила и прижала к груди. И когда людей стали грузить на катер, чтобы вывезти, ей это места и не хватило. И она так с иконой осталась стоять на пристани. А этот катер, как отчалил, налетели фашистские самолеты и утопили. Бабушка осталась жива. Мой дед, оружейный мастер при бомбежке потерял минометный расчет. Повели расстреливать. Иди, говорят, помолился, а командир промахнулся. Спасибо, Господи. Мой дед, Черка Михаил Наумович, след за старшим братом, сбежал на фронт в 14 лет. Вернули, сказали, мало еще. Он приписал еще два года и снова на фронт. Прошел наводчиком в артиллерийской части всю войну. Дошел до Берлина в 45-м, не успев повидаться с родными, был переброшен к границам Монголии. Для него война закончилась в 1950-м. Много наград вернулся, стал председателем колхоза, женился. Четверо детей, шесть внуков и шесть правнуков о войне рассказывать не любят. В этом году ему будет 90, плачет, когда смотрит новость с Украины и не понимает, как можно так перекраивать историю. Любим его и гордимся всей семьей. Павла из Смоленской области. Послушаем. Мы 30. Павел, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Спасибо вам за передачу. Прежде всего, хотел сказать большое спасибо всем ветеранам и мы новое вот это поколение будем всегда помнить их подвиг и, конечно, вечная память тем, кто не вернулся с войны. Что вы помните по рассказам ваших близких? Ну, у меня, я вот только в этом году узнал, что у меня прадед Головлев Тихон Ефимович в годы войны состоял в партизанском отряде белорусского партизанского движения. Также у меня бабушка в годы войны очень хорошо помнит оккупацию нашего родственного Смоленского области. рассказывала, как в годы войны они доставали из земли вот эту вот мороженую картошку вы ранее вот озвучивали про этот самый. Вот. У них и называлось эти, так скажем, тошнотики, да. Она до сих пор помнит вкус вот этой вот земли, которая оставалась во рту. Вот. И также хотелось сказать, что у нас в Росвале есть по поводу партизан есть знаменитая Пригорьевская операция, которая известна на всю Россию. Вот. Она вот буквально недавно отметила свое 70-летие и вот хотел бы к этому сказать, что большое спасибо всем, кто помог нам выстоять в этой нелегкой победе. Спасибо вам, Павел, за звонок. Давайте Марка послушаем из Смоленской области, ему только 13 лет. Марк, доброе утро. Здравствуйте. Марк, что тебе рассказывают твои близкие о войне? Ну, я, конечно, не видел своих ни дедушек, ни бабушек, но мне папа, он общался с ними, со всеми моими родственниками, он мне все рассказал. Вот. В общем, мой брат моего дедушки, Василий, он был танкистом на танке 354, прошел всю войну, ну, не всю, прошел до Кеннезберга. Угу. Вот. Он имеет очень много медалей, у него три ордена славы, ну, то есть он полный кавалер. Вот. Спасибо, спасибо тебе, Марк, спасибо большое за то, что позвонил. Дедушке в 42-м было 7, и когда ранним февральским утром жители всей деревни в Брянской области, где он жил с семьей немцы, согнали в сарай босых, полуодетых, чтобы сжечь за связь с партизанами, он не понимал, что происходит. Помню только, что было тесно и дым. Мужики с трудом пробили маленькое оконце под потолком и выталкивали через него маленьких детей на улицу. Когда он упал на снег, увидел немца. Они стояли кольцом вокруг сарая, чтобы расстреливать всех, кто попытается сбежать. Немец посмотрел на него и других детей и дуом-автоматом махнул в сторону оврага. Он и другие дети босиком бежали по снегу, а позади горели их родители. Так и спаслись. А после войны деревню даже не восстанавливали. Все заросло лесом. Ходили, собирали землянику, а дед плакал. Говорил, кровь на листьях. Татьяна, 30 лет. Давайте Романа послушаем из Питера. Мы 29. Рома, доброе утро. Здравствуйте. Да, пожалуйста. У меня история от бабушки. Это бабушка товарища моего. Мы на ее 70-летие отмечали чаем. И она рассказывала историю, как она до эвакуации жила в Санкт-Петербурге. И говорит, ее в детстве, не знаю, как родители отпускали на работу, на завод. Она ходила, свет и говорит, не было. Было темно, страшно. И говорит, хуже всего было, когда травили крыс. Мы вставляли флажки вдоль улиц и приходилось обходить кварталами, поскольку попасть в крысиное вот это вот стадо было опасно. А еще говорит, когда возвращалась вечером тоже вот так с работы опять же домой, света не было. Редко ходили трамваи, потому что вообще ничего не было в блокадах. И как-то за ней кто-то ввязался, она вот бежала до моста, там сидел часовой, вот и отстрелил хулигана. Ну, и все. Говорит, выжили только благодаря тому, что у нее мать работала на хлебном заводе и под одеждой приносила муку, они эти лепешки пекли и как-то перебивались, а все вот их весь дом, они с голоду почти все унылли. Спасибо вам, спасибо вам, Рома, за вашу память, да, спасибо большое. Огромное количество ваших сообщений, я думаю, что мы продолжим эту эфирную вахту памяти в этот день, памятный для всей нашей страны и для огромного количества тех людей, которые так и не вернулись домой. Это будет уместно и правильно, мне кажется. Это будет, да, уместно и правильно. День памяти и скорби, 22 июня, я надеюсь, что очень долго мы будем помнить эту дату. Друзья мои, вам хорошего сегодня дня и мирного неба над головой, мы прощаемся. Наша бригада до завтра, берегите себя.